Оля, Дима, доброе утро. Доброе утро, Андрей. Так, ну для начала расскажите мне, вообще сложно или не сдавать нормы ГТО, потому что, честно сказать, я волнуюсь. Я бы не хотел провалиться. Это вообще возможно мне сдать, хоть или нет? Все зависит, на какой результат вы рассчитываете. Если на золотой значок, неподготовленному человеку очень тяжело сдать. А так, в принципе, все доступно, и вы можете этого легко сделать. Что получает человек помимо значка, если он сдает нормы ГТО? К значку он получает удостоверение, и, соответственно, его в торжественной обстановке награждают. Я бы хотел, чтобы меня наградили, но, насколько я знаю, у меня сегодня не получится это сделать, потому что я буду выполнять неполный комплекс. И, кстати, вот я сегодня пришел один сдавать нормы ГТО. Вообще, возможно, приходить одному сдавать, либо можно только от организации, вместе с организацией сдавать? Конечно, вы можете прийти индивидуально, записавшись к нам. Мы назначим вам определенный день, в определенное время, скажем место. И, соответственно, добро пожаловать, сможете сдавать ГТО. В мир большого спорта. Дим, расскажи, пожалуйста, что я сегодня буду сдавать конкретно? Андрей, сегодня вы будете сдавать бег на 100 метров, наклон вперед, стоя с прямыми ногами на алиматической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прекрасно. Что бы мне... Сколько я должен прыгнуть с места? С места на золотой значок вы должны прыгнуть 240. Хорошо, это уже пропускаем серебряный значок. Серебряный 230 и бронзовый 225. Ну, участие тоже, в общем-то, неплохо. Ладно, давайте попробуем. А, кстати, 100 метров за сколько нужно пробежать? 100 метров нужно пробежать за 13,9 секунд на золотой значок. 14,6 серебряный. Я повторюсь, участие тоже результат. Пошли. На старт. Внимание. Марш. Ну что, друзья мои, сдачу норм ГТО я успешно провалил. Поэтому, если хотите, чтобы на вашей груди застел заветный значок, золотой либо серебряный, готовьтесь. Я пойду еще побегаю, наверное.